здравствуйте дорогие мои телезрители и подписчики на канале youtube голова садовая наконец-то мы с вами встретились я приехала я не скажу куда я езжу и не скажу сколько я там бываю вот по состоянию того тех растений которые здесь есть вы сразу поймете что я очень далеко от этого места на самом деле значит вот сегодня начнем с цветов вы все помните как мы в теплице сеяли гвоздику шабо не турецкую не там какую-то еще а именно шабо это та гвоздика которую мы привыкли ставить в вазы на новый год и я об этом говорила и дарить на 9 и 1 мая гвоздика шабо вот здесь исключительных цветов очень яркая и желтая почти черная и красная и розовая но высаживая эту гвоздику значит здесь получился небольшой переборчик то есть посажена вроде как красиво но вроде как ее не хватило что же делать не оставить же клумбу такой пока гвоздика еще не на цвету она только принялась чувствует себя неплохо надо нам ее рассадить как это сделать правильно да еще в такую жару заметьте в сибири второй месяц жара не спадает на солнце до 45 градусов а в тенечке 37 сегодня хороший день сегодня только плюс 32 в тени ну сами понимаете сколько на солнце но тем не менее значит пересадку придется сделать но очень аккуратно не просто аккуратно а правильно смотрите внимательно за мной сначала растение надо пролить те которые мы собрались пересадить лейка и вперед тщательно проливаем каждый цветочек поливка им сейчас будет очень полезно потому что жарище несусветное проливаем дорогие мои чтобы правильно пересадить растение в любую погоду надо пролить эти растения которые готовы к пересадке готовятся к пересадке очень тщательно водой чтобы корневая система промокла и как можно больше почвы оставалось около корней и не сцепалась с нее услышали теперь смотрите проливаем все идем проливаем тщательно вот земля потрескалась помидоры где-то у нас там уже да не затопчите вот вот уже подвяла гвоздичка видите не просто подвяла вот она повисла прям вот вот все ушки повесила бедненькая значит посмотрите некоторые растения повесили листья это говорит о том что жара стоит конечно невероятная и днем и ночью не меньше двадцати трех градусов это печально конечно вот тут еще попутно нужно полить растение но все таки вот растение которое мы будем пересаживать надо пролить до состояния грязевого камка а пересаживать придется иначе клумба будет вот такая однобокая а нам нужно она красавица так значит мы копаем лунки всех местах где у нас явно не хватает растений клумба ведь должна быть красивой и сотканная из одного вида растений она всегда будет великолепна потому что нельзя на одной клумбе посадить вот такие гвоздики вот такие молопа или лаватеры вот такие дельфиниумы это некрасиво нужно либо кругами это делать либо это каскад сверху вот так краю но если все-таки у нас много вот однотипных цветов одного вида вот тогда пожалуйста вот это вся весь край этой клумбы должен быть посажен именно гвоздиками я предпочитаю именно так и копаю лунки лунки должны быть и широкими и глубокими потому что ком земли который мы возьмем вместе с этим растеницам он будет очень приличный здесь земля подготовлены для посадки этих цветов она удобрена полным комплексным цветочным удобрением не надо мне говорить что у меня вот тут все течет ну при такой температуре это просто хорошо еще что только тут течет я просто как зайти из-под душа вышла солнца нет но парит так что дышать просто нечем а теперь мне нужно перенести растение в лунки которые я приготовила вот посмотрите значит лунки цветы посаженные здесь они явно этот лишний видите вот 1 2 3 4 5 вроде как вроде как и немного вот этот лишний и нужно рассадить так чтобы душе было приятно этот цветок переедет сюда теперь смотрите берем его с комом земли у не промокло ничего берем с комом не нарушая корневой системы это плохо кончится вот так вот прям с лопаточкой а теперь немедленно воды и и присыпать нужно более сухой почвой для того чтобы не высохла и не стала вот такой чашкой с трещинами это очень важно держите руками видите я ничего не оборвала вот сколько корней вы оборвете столько листьев у вас и погибнет переносим аккуратно в лунку ничего не рассыпая вот так вот и прямо с совочка снимайте рукой землю а теперь все это нужно полить сразу не потом не завтра и уж тем более не послезавтра и полить так чтобы у вас земляной ком был промочен вот именно тот который вы перенесли он был промочен и земля рядом с ним где корешки мочковатые тоже вот тогда у вас все получится ну наука простая я попробую пересадить еще несколько штук потому что мне очень хочется закрыть вот всю эту вот внешнюю внешний круг то есть первый ярус смотрите что здесь лишнее эту ямку засыпаем лунку она нам не нужна вот лишний вот прям просится еще раз смотрите подальше берите не надо брать вот здесь около корня видите я ничего не поранила несём трясемся и несём а теперь опускаем в лунку и аккуратно снимаем с лопатки землю у вас большой палец для этого есть а теперь вот так подгребли земельки сделали бороздочку такую и сразу воды послушайте меня пожалуйста для того чтобы любые цветы любые растения хорошо себя чувствовали нужно обязательно сделать им приствольную лунку но сделать так чтобы она у стебля была с пригорком а здесь была бороздка для чего для того чтобы стебель не сгнил нужно чтобы вода скатывалась а для того чтобы влага была нужно сделать бороздку в лунке вот тогда все будет в порядке вот смотрите как делаю я подсыпьте земли немного и вот она видите здесь пригорок вот здесь как бы высоко все да а вот здесь все-таки бороздка пусть вода подпаивает корни отсюда вот здесь будет пригорок и вот этот вот стебелек готов пустить корни видите у него излом такой мы его так и оставим в земле и даже придавим немножко вот так вот но бороздка будет обязательно лишняя вода уйдет а та которая нужна будет корням она попадет вот через эту бороздку туда вниз вот и вся наука я вас уже замучила а я не могу по-другому пожалуйста сделайте так тогда у вас все будет расти и пересадка в любую погоду для вас будет ну не проблемой а для растений тем более всего доброго вам и до свидания а